Паралимпийские игры в Сочи В первую очередь, что лично меня впечатлило, это свободное передвижение по городу. Мы были как в Адлере, так и в Сочи. Это свободное передвижение на автобусах, это потрясающие транспортные развязки, это потрясающие удобные и красивые автобусы. Одним из первых спортивных объектов, построенных в Курске в рамках программы «Доступная среда», стал Центр фехтования. Он оборудован всем необходимым для тренировок людей с ограниченными возможностями. Работают тренажерные залы для занятий профессиональным спортом и адаптивной физкультурой. В области уже функционируют физкультурно-оздоровительные комплексы в Железногорске, Монтуровском районе, Панеровском, Суджанском, Тимском. Везде готовы у себя принять людей с ограниченными возможностями. В этом году планируется открытие трех новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Льговском, Октябрьском и Касторинском районах. Там тоже откроют двери для паралимпийцев. В Курске будет свой паралимпийский комитет. В наших планах открытие школы адаптивной, спортивной для людей с ограниченными возможностями. Это перспектива, я думаю, двух лет. В 2014 году планируется открытие Центра адаптивного спорта общей площадью более тысячи квадратных метров. Помещение будет полностью приспособлено для занятий людей с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсменов, у которых проблемы со слухом и зрением. Специалисты и сами паралимпийцы надеются, что Центр даст новый толчок для развития не только летних, но и зимних видов спорта.